что такое что ты мое хорошее доброе утро вами говоришь данилка у нас зарплату развозил ой ну-ка дай-ка я закрою только что я все покупала он еще он решил на свое усмотрение прикупить что у нас тут у него будет гейм я ему купила не то оказывается вот это пицца готовить вот пожалуйста диета орехами я не спаслась и чтобы я не ворчала он купил это еще орехов господи боже мой хоть бы спросил какие у меня еще такие есть шримпы купил вот видите разный вкус он возит чеки и там они у сам склаба встречаются и вот он покупает там всякие моющие средства и купил это все опять за чуля мы с собой гулять сейчас пойдем а чё ты радуешься то ну-ка давай поплачь как ты мне кричишь девочка рия девочка рия кулемышка ну вот как хотите хотела перевести его на орехи вы хоть там возмущались консерном притащил огромные упаковки всяких чипсов ничего не могу сделать клининг став и have more вот в этом вот оптовом магазине видите дешевле все покупать для мытья уборки он покупают и раздает у него два человека работает поэтому для мытья полов здесь по фло добавляет специальный запахом лимона пальцем мультисюрфейс дома тоже на домой это обычный камет он стал брать и для полировки мебели а это для стекла еще тащит ему новый объект дали вот видите чтобы запустить новый объект нанимают новые женщины и вот надо все видите мытья полов бутылки пустые чтобы заправить для мытья полов и так дэниел поправил мою ореховую диету купил чипсы забил кладов в кладовую орехи у нас еще есть но он еще купил с вечера не спросил так что продукты есть но дэниел и соскучился по своим чипсам и раз я покупаю орехи он добрал орехов сочи ли сейчас пойдем знать что у нее тут видела закусочка сейчас пойдем гулять ну что ж каждому свое данилке бизнес пошел он новый смотреть а мы сочули пошли гулять соседи новые у нас здесь до сих пор пусто освободили надо подобрать пустенько еще не никто не заехал солнце то нет как хорошо и легкая такая прохлада просто прелесть там кричат на деток видал о какие соседи у нас музыка в машине все время обсуждает нашу еду ну вот как есть дэниел сказал что лучше он меньше проживет но вот есть то что ему нравится чем он будет жить долго но есть еду который ему не нравится вот это его последнее умозаключение было поэтому я ничего не могу сделать чипс он все равно притащил вот их жевать вместе с орехами в перемешку и ничего тут не поделаешь если вы все соблюдали диету конечно бы меньше было больных реже ходили парчан но все знают как надо питаться все знают что надо есть силу воли не всех хватает особенно дэниел он не знает сколько с ним беседовала сколько я говорила и сюда он все равно упрямый вместе с инсулином все равно есть чипсы сериал самое главное мы хочу сказать что он не волнуется он не боится он не боится он не внимания не обращает да в кучек идет тебе со мной спокойненько по поводу моих детей я их не осуждаю но я хочу чтобы они были самостоятельные чтобы работали больше пока еще молодые жили лучше это желание каждых родителей поэтому моя помощь она мало что меняет их жизни я не вижу результатов и как бы мы не старались говорить о том что мы родные общение наше скудное через skype там через вайбер езжу я редко близости теряется только потребительское такое отношение и вот оно конечно не приносит радости поэтому по магазинам уже не хожу с той радостью с какой ходила раньше дэниел тоже если он раньше относился потому что я всегда работаю то что посылаю посылки помогают как-то помогал мне посылки на почту носил по крайней мере то сейчас он уже ну него нет своих детей и он рос будем говорить неблагополучно без родителей у него такое скептическое отношение он все в жизни самостоятельно всегда работал он не может понять почему я работаю так тяжело должна делиться своими доходами и пенсии с детьми со взрослыми поэтому у меня сейчас еще знаете такой момент я даже раньше показывала что я купила и горки что это а сейчас если честно даже уже не показываю стараюсь как-то не фишировать ничего он догадывается что я продолжаю это делать но но утро видите тут указывается еще машина она сбегает догадывается но он не сторонник этого не хочет даже потому что я же стараюсь тоже чем-то ущемить не тратить деньги на это не тратить деньги на то а потом собираю огромную посылку и посылаю и вот что-то как бы обидно ему как ребенок ну раз не от своих детей естественно у него нет тех чувств заботы хотя вот судя как он относится к Сочи я думаю он был сумасшедшим отцом но так сложилось что мы не могли себе позволить ребенка поэтому сейчас у нас вместо ребенка Сочи также Даниил вот после того как ему я его сходила к своей врачихе у нас клиника на работе и ему выписали инсулин он себя чувствовать стал намного лучше появилась энергия более такой стал бодрый кушать лучше стал что тоже и радует и волнует не хочется чтоб обратный вес то он набрал за него переживаю а в это время сама вес набираю вот она блин жизнь какая сочуля вот я вам показывала уже цветы но вот без солнца они не такие красивые осенние наши цветы флоридские когда на солнце они такие яркие ну вот свернули мы на улочку где нет центральной улицы и транспорта поменьше на столько мне вот радость приносит гуляния сочи на свежем воздухе она такая приученная уже видите тоже осенние у нас цветы какого весна у нас осень осенние цветения вот такие домики сто раз я вам у них показывала богатых домов здесь нет народ живет тихо спокойно работает каждый день платит свои счета ну как большая часть россии да вот видите когда свой бизнес Дэниел дали работу два что ли участка ресторана еще что то и он женщину раньше она у него работала снова берет на эту работу естественно он должен обеспечить ее пылесосом всем оборудованием спреями мапами ну и вот это вот еще дохода нет а расход уже он сделал все купил не экономит он на этом все покупает новое чистое тряпочки все постоянно покупают новое которыми пыль протирается очень вложений много в частный бизнес кто этим занимается знает а будет ли доход кто его знает клиенты такие капризные могут придраться ни к чему и работу передадут другому кстати у меня на работе все нормально в этом плане тихо спокойно все стресс огромный конечно больше стало бабушек с лосем раздезис деменция потруднее психологически но ничего пока справляюсь вот тут видите занимается птицами попугаи клетки стоят на улицу их вытащили в Сочи думают что такое птички там в Сочи видишь смотрит такого она еще не видела большие птички да пойдем о говорят они ой смотри-ка говорят да птички то говорят кричат кричат что там они кричат ой витерок хорошенький ой турсин что-то трогнуло конечно это жизненный показ можно не показывать что мы едим показывать там ну едим мы вот что ж готовлю мясо с салатом стараемся не всегда плохую еду едим как можем как можем все понимаем все знаем все читали и он ходил к врачам раньше про диабет все прекрасно знает но как говорится вот пофигист ему наплевать он постоянно говорит буду есть то что я хочу прохладный ветерок что сачула понюхать хочешь такая радость потому что обычно гуляю под градом вот сегодня первый день прям такой видите ветерок такое чувство прохлады которое забыто приятненько видите ветерок пошли ой это муля радость нам жара спала ну в заключении хочу сказать что конечно образ жизни это главный фактор который влияет на здоровье и на продолжительность жизни но судя по результатам моих старичков умных худеньких правильно питавшихся не бедных проживших интересную жизнь как хотели но происходят химические разрушения в голове люди теряют память забывают все потом очень рано в раннем возрасте физически еще могли бы быть шустрыми активными а полная потеря памяти я с такими работаю поэтому мне кажется что все такие и так это страшно о боже мой самое главное оказывается ум не потерять если даже физически ты не сможешь ходить тебя на коляске будут толкать а вот если ума нет это вообще полная потеря с родственниками пока ум то есть тебя никто слушать не хочет все пытаясь норовое учение читать дочери что-то подсказывать она говорит ты опять за свое мне говорит мы живем у нас все в стране хорошо а я все подначиваю лучше лучше должны жить стремиться должны к лучшему вот говорит и стремись вот так в случае вам стремится чего а вот смотрю видите все таки потихоньку вот они решили всю крышу поменять это самое правильное уж если начали отлетать дэнио вот не настроен еще менять крышу сдирает видите все тоже было как у нас вот как здесь это плиточки кусочки многие поменяли крышу ну у меня хозяин решил залатать крышу поэтому 5000 у нас нет кредиты залазить не хочу я да а ураганы стали каждый год как на зло что-то природа всем мои дорогие желаю вам хорошего настроения бодрого спасибо вам за советы вести видите у нас есть осенние за советы за критику за подсказки как говорится живем как можем за 16 лет я не смогла переделать Данилкино питание он все равно кушает то что ему нравится и как и как нравится вот еще кустик хочу показать цветет он вроде замерзал у них нет смотрю снова отошел цветет вот то что осталось от хэллоуина кстати очень прикольно мне очень нравится баба ёшка на пальме и уже выставили снеговика все к крисмасу готовимся а мы повыкидывали все свои горящие игрушки уже они старые стали пожелтели да и уже того интереса нет как раньше не знаю я люблю свой дом вот все что здесь посажено было с самого как говорится детства с маленьких деревьев с маленьких костиков поэтому все родное в Сочи пойдем мусорки посмотрю Данилке некогда уехал уже новый объект смотреть еще раз всем пока до свидания до новых встреч все спят дома тихо а королева наша на подушечке улеглась видите что без подушки неудобно а Сочуль удобно ли тебе глазки-то что открытые закрываю уже глазки ну потому что тут видите дверь открыта прохладно вот она улеглась под фенами у Данилки в комнате уже меня не устраивает тут удобней отдельные номера это я новое что я